Уважаемые гости, все, кто собрался сегодня в этом зале, мне сегодня настолько легко, да, ничего говорить не надо, никаких прелюдий, хочется каждую секунду просто не потерять для того, чтобы использовать для общения с нашим сегодняшним гостем Михаилом Семеновичем Козинником. Я думаю, аплодисментами надо просто встретить его. Поблагодарим за то, что он нашел время, вот будучи на форуме, будучи загруженным, занятым, да, все-таки прийти и, я надеюсь, час, да, не меньше уж, да, посвятить встрече с нами. Сегодня речь будет идти о педагогике как театральном искусстве. Все титулы ваши перечислять даже не буду, потому что они настолько известны, но вот педагогика как театральное искусство, ну вот просто не терпешь уже начать слушать вас. Поэтому я с удовольствием передаю вам слово. Еще раз аплодисменты и, пожалуйста. Когда в 2005 году меня пригласили стать музыкальным экспертом знаменитейшего Нобелевского концерта, а это концерт за день до вручения, когда все приезжают, и вечер в Стокгольме, они должны провести в концерт Хюйсете с великими музыкантами. Обычно Королевский оркестр, Йо-Йо-Ма или кто-то из таких величайших музыкантов планеты, музыка охватывает целое пространство. А меня попросили из специальной ложи рассказывать людям о музыке одновременно, тем, кто сидит в зале и тем, кто будет слушать в новогоднюю ночь. Потому что там, как и в России, ну не совсем так, значит, есть такой канал, очень популярный, по которому в новогоднюю ночь не будет ни папсы, ничего, а будет Нобелевский концерт. Это для людей, которые рождены в таких семьях или обучены в таких вузах, и такие у них были соседи, что для них как раз не попса, а Нобелевский концерт, где звучит прекрасная музыка и где звучат всякие идеи. К чести России могу сказать, что три четверти музыки, которая звучит в Нобелевских этих знаменитых концертах, в этом огромном, намоленном концертном зале, это русская музыка. Все от Стравинского и Шостаковича, Чайковского и Мусоргского. То есть, действительно, русская музыка завоевала планету Земля, причем очень быстро, не зная ни эпохи Возрождения, ни латинских академий, ни барокко, ни позднего барокко, ни раннего ренессанса, проторенессанса, ни позднего, ни пламенеющей готики. Ничего вдруг неожиданно получило окошечко, открылось, да, и вдруг грандиознейший взгляд в течение 19 века от 1799 года рождения Александра Сергеевича Пушкина, уже бывшего Державина, которого японцы, стих его знаменитая «Ода Бог», признана величайшим по глубине стихотворением всех времен и народов. Я царь, я раб, я червь, я бог. Вот поэтому очень важно, что здесь, в этом намоленном университете, есть уголок Гаврила Романовича Державина, имеющего татарскую кровь, к тому же, да. Итак, меня пригласили провести Нобелевский концерт «Телевидение 4», знаменитый канал, очень любимы все интеллигенции, а поскольку средний класс Швеции – это самый большой класс, то, естественно, четвертый канал и Нобелевский концерт – это большинство населения. Вот звучит странно, да? Не Киркорова слушают, и не Стаса Михайлова, а именно Нобелевский концерт. Это гордость и честь шведского народа. И вот меня пригласили, большую честь провести этот концерт, эти концерты и так далее. И я придумал для «Телевидения» замечательную штуку. Каждый Нобелевский лауреат входит с этой стороны торжественно, его ждут микрофоны и камеры, и тут я придумал несколько вопросов, которые мы задаем каждому входящему. И у меня была своя хитрая идея – выяснить, прав я в том, что мысль, логика, математика, физика – это родные сестры музыки или не прав? Прав ли я, утверждая, что великая музыка – это питание человеческого мозга? Что построены законы классической гармонии и великие законы математики по тем же принципам? И что один из богов планеты Земля, Лейбниц, сказал «Музыка – скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не зная». Итак, передо мной Нобелевский лауреат. В 2005 году у нас был один совершенно проблемный лауреат. Звали его Роберт Ауман, он экономист. Он один из крупных экономистов и возглавляет целую экономическую школу. Проблема вот в чем. Он живет в Иерусалиме, он профессор Иерусалимского университета, это бог современной экономики и экономической мысли, но он абсолютно кошерный еврей. То есть все заповеди, все законы, бесконечно регламентирующие каждый шаг, действуют. И теперь что делать? Что делать, а, с Нобелевским обедом, который самый некошерный обед в мире? Б, как довести его из президентского отеля до концертного зала? Он не может сесть в машину, потому что солнце сгодилось в пятницу, теперь до следующего заката, до Нобелевской премии он ничего не может делать, он не имеет права работать. И он, и 17 приглашенных евреев прошли это расстояние в 2 километра пешком через центр Стокгольма. Можете себе представить, как работала шведская и норвежская полиции. Такие мирные ребята, не привыкшие к ужасу, их настращали, что сейчас террористы. Одним взрывом, один араб погибнет и сразу 17 великих ученых погибнет этим взрывом. Надо все сделать, чтобы к ним и поступили. Любопытные стокгольмцы стоят и смотрят впервые в жизни, как Нобелевский лауреат с бородой, с этими пейсами. В кимпе и за ним идут 17 таких же бородатых, писатых евреев, великие ученые, вся кафедра и так далее идут. И вот, значит, он заходит, а перед тем, как он зашел, нам пришлось на ушах стоять. Почему? Значит, нельзя речь произносить в Нобелевскую. Это работа. Пришлось записать до захода солнца в пятницу речь и при нем в субботу транслировать эту речь. Он сидел и кивал головой. Правильно. Правильно говорит. Вот буквально так. Но самое сложное еще вручить премию. Нужно протянуть руки, взять ее, поблагодарить его королевское величество Карла Густава. Нельзя. Работа. И придумали. Он стоит, слушает, и вдруг король по договоренности вручает, всовывает ему в руки премию. Он говорит, ой! Но он же не виноват, он не работал. Он просто уже ее получил. Эти кадры можно увидеть, там, где я это веду. Это было феноменально. Значит, еду готовили для него и для 17 приглашенных под наблюдением специальных раввинов через телекамеры. Они должны были одобрить каждый кусок мяса, проверить, не лежит ли где-нибудь молоко. Нет ли каких-нибудь сливок или чего-нибудь. Они должны были проверить, чтобы мясо приготовлено было по кошерным законам. Законом кашрута и так далее. В общем, бед масса. Решили все вопросы. И вот торжественный момент. Роберт Ауман заходит через эту дверь. Я говорю, господин Ауман, мы рады вас приветствовать, но я хочу вам задать один вопрос, прежде чем вы пройдете в зал. Ваш любимый композитор. Бах, конечно! Я говорю, что? Вся Швеция стояла на ушах, чтобы вас правильно накормить, чтобы вас правильно привести, чтобы вас правильно, речь вашу озвучить. Первый раз за всю историю Нобелевских премий. Кошерный еврей. И как с ним быть? И тут вы заходите в зал громогласно на весь мир. Утверждаете, что ваш любимый композитор – пятый евангелист Господа Иисуса Христа. Как это все сочетается? Он смотрит на меня, это был 2005 год, и говорит, молодой человек. Ну, я тогда был совсем молодым, сейчас я уже чуть старше, да, тогда мальчишка. Молодой человек говорит мне, бах – это мозг планеты Земля. Да, мозг, ни один человек, мыслящий структурно, не может обойтись без баха, потому что баха есть подлинная структура. После него заходили разные лауреаты, химик пришел, в общем, все пришли, и я вдруг, господи, что это? Да. Заходили все, и каждый отвечал замечательно на вопрос о том, что было в детстве, о любимом композиторе. Один из них сказал, какое великое счастье, сегодня, как будто вы специально подгадали, Йо-Йо-Ма играет концерт дворжика виолончельный, а я всю юность свою научную ездил за Йо-Йо-Ма всюду и слушал его исполнение, и слушал великий концерт дворжика. В общем, короче говоря, все нобелевские лауреаты рассказывали следующую вещь. А у меня мама играла, сколько я себя помню, я еще ходить не мог. Мама сидела, играла моцартовские сонаты, а папа, папа играл на виолончели, они играли сонату Шумана. Вы не понимаете, что это такое? Это с детства. И вдруг выясняется, что тот самый Перленман, о котором вы хорошо знаете, вот тот самый, да, он до последнего не мог решить на мехмат или в консерваторию ленинградскую, потому что он был чудесным скрипочем. Опять все сначала, как Эйнштейн, который играл с Максом Планком. Планк играл на рояле, Эйнштейн играл на скрипке. Эйнштейн в одном из частных писем, которые я лично читал в Принстоне, пишет, если бы не было Фукбаха, ох, рояля нет здесь, я бы вам все это показал, я бы никогда не догадался, что Е равняет 7 С квадрат. Достоевский, это вы знаете, дал мне больше, чем Гаусс. То есть вот же нам формула реального образования. Что же мы делаем? Мы же практически останавливаем, затормозим мозги огромнейшего количества людей. И это видно по всему. Вот я не про вас сейчас будет сказано. Дай бог всем вам здесь, в этом намоленном университете, одном из великих знаковых университетов нашей планеты, потому что здесь столько всего было, отсюда столько выслали на философском корабле потом, потому что Ленин хорошо знал, что нужно делать, чтобы обезглавить Россию. Началось все нападение на генофонд. С самого начала он очень точно, точечными ударами выбил вот эти мозги. Московский, Петербургский, Казанский университет. У него с Парвусом был разговор когда-то, знаете какой? Я знаю это от женщины, которая была свидетельницей. Ей было 15 лет тогда, а заговорила я с ней в Швейцарии, ей было 95. Ее дочь была моей клавесинисткой и пианисткой. Она сказала, что она так влюбилась в Ленина, который сидел у них в кафе, что она устроилась на работу, уборщица в этом кафе, и выучила русский язык, чтобы слушать любимого. И вот Ленин с Парвусом обсуждали моменты. И Ленин сказал Парвус, зачем нам эта грязная Россия? Давай в Швейцарии сделаем революцию, все деньги будут наши. Парвус говорит, вот что такое учиться экстерном. Понимаете? Идея-то какая была? Взять все банки сразу. Зачем ехать в Россию? Строить им дороги? Производство налаживать? Разрушать все старое? Ну ладно, вопрос, ухожу от этого, потому что времени так мало, что я буду говорить корпусковыми тезисами, отдельными фрагментами, потому что если мы с вами имели хотя бы три встречи по два часа с перерывами на кофе, то я бы вам много чего выстроил, целую концепцию. А сейчас я вынужден рапсодийно. А рапсодия – это свободный вход мелодий, необычайная фантазия, скальда, которая вот венгерские рапсодии листа, да, чего там только нет за семь-восемь минут. Так вот, рапсодия. Я начинаю. У Александра Сергеевича Пушкина есть сказка о рыбаке и рыбке. Помните, как она начинается? «Жили-были старик и старуха у самого Синего моря». Так? Так. Все согласны, да? «Жили-были старик и старуха у самого Синего моря». Есть хоть один, кто не согласен. Ни одного. Вот беда, а ведь школу прошли. Но вам этого не сказали, это не ваша беда. Значит, слушайте, как начинается, и обратите внимание на разницу. Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Пушкин сразу выстраивает формулу. Она еще своя. Значит, что-то случится, что она перестает быть своей. Это первая формула. Вторая. У самого Синего моря-то где? Географическое место близко от моря? А если точно по Пушкину? То есть Пушкин же гений, и у него же, как во всяком великом творении искусства, скрытое значение, скрытые смыслы. Вот играют в шахматы два на чемпиона мира, да, название. Мимо проходят кучи людей. Один останавливается. Какой он сделал ход, это войдет в историю шахматного искусства. То есть, а все остальные проходят, ну, кто-то опять передвинул какую-то... Вот музыка — это величайший язык. Искусство, настоящее — это величайший язык со скрытыми и тайными смыслами. Но как только вы постигаете эти смыслы, перед вами открывается космос, бездна, причем в математике, физике, в семейной жизни, в выборе партнера, в рожденном ребенке, который буквально к трем годам... Это я все знаю на собственном опте, я проверял, у меня есть целый ряд, миллионы поклонников по всему миру, которые говорят на русском языке от Америки, от Лонг-Айленда до Петропавловска-Камчатского. Они это делают, то, что я рекомендую, смотрят мои фильмы, читают мои книги «Тайны гениев», которые вышли уже 12-ю тиражами в течение нескольких лет, и тиражи пропадают мгновенно. Так вот, у самого синего моря переставим акцент, у самого синего моря, потому что старуха перестает быть своей, а море меняет цвет. Так мыслит Пушкин, и так не мыслим мы, потому что нас на самом деле учили чему-нибудь и как-нибудь, и никогда не открыли тех тайн. Я приведу другой пример, с которой вообще когда-то первое выступление в России, когда я приехал, я живу вообще в Стокгольме, но у меня два паспорта, один из них белорусский такой, очень интересный паспорт, который я должен обязательно поменять, согласно президенту, в 2051 году. То есть, когда мне исполнится 100 лет, я должен пчаться в Беларусь, где бы я ни был, и срочно менять паспорт. И Лукашенко лично проследит 99-летний за тем, как я поменяю паспорт. Так вот, оказывается, вот эти все тайные смыслы, скрытое значение, переворачивают наше сознание. Вы выйдете на улицу и вдруг увидите второй мир, третий мир, другие внутренние измерения. Привожу еще пример. Во всех советских школах преподавали мертвые души Гоголя. И школьники сделали один вывод навсегда, один раз. Вот в школе больше никогда, никогда не буду читать. А я знаю, что Гоголь не давал текстов никому, когда написал, а лично сам приезжал и вслух читал всем друзьям. Готов был куда угодно ехать, только текстов, чтобы не получали. Почему? Он хотел посмотреть на реакцию. Как только он начинал читать первые слова мертвых душ, люди падали под стол от хохота. Читаю, посмотрим, упадете вы под стулья или нет. В губернский город НН въехала бричка. Не смешно? Анекдот, знаете, это было в Одессе на берегу Эннского моря. Если хотят зашифровать город, пишут город Н. А если хотят не зашифровывать город, пишут НН. В России был только один город НН. Это Нижний Новгород. Таким образом, Гоголь сразу раскрывает место пребывания Чичикова. Но самое интересное другое, связанное с вашим городом. Помните, два русские мужика, которые спорят, доедет это колесо до Казани, а до Москвы. Так вот, до Казани доедет, а до Москвы не доедет. То есть мужики настолько эксперты, что они точно знают, сколько может колесо проехать до Москвы и сколько до Казани. Разница там, примерно, в 70 километров, по-моему, да? От Нижнего Новгорода до Москвы и до Казани. И то, что два русские мужика доказательства того, что это Нижний Новгород, потому что нужно было подчеркнуть, что мужики не немецкие, а русские. Вот Гоголь вообще один из самых зашифрованных писателей, которого я бы изучал на всяких предметах. То есть соединял его со всякими предметами. Вот как Баха соединил бы с математикой и физикой, обязательно. Вот такие школы я, собственно, создаю. Они уже начали существовать по миру в России только в одном месте, в Челябинске, в Семь Ключей. Вы себе не представляете, какие там дети. Ну вот я вам сейчас немножко нецензурно пошучу. Вот в «Ревизоре» есть один герой, который вообще ничего не говорит. Помните, он лекарь, уездный лекарь. Зовут его гениально. Вот его имя, отчество и фамилия уже шедевр мышления. Имя у него христиан, лекарь, подходит. Иванович у немца, Иванович. А фамилия у него Гибнер. У этого Гибнера пациенты больные, как говорит Городничий, выздоравливают, как мухи. Начинается реакция, да? Но самое интересное другое. Гоголь пишет, что это персонаж без слов. У него есть вместо всех слов один звук, которым он реагирует на все, что он видит вокруг себя. Он пишет, что этот звук отчасти похож на букву «Е» и отчасти похож на букву «Ё». Если вы сейчас, ну, по одному каждый, потом отдельно потренируетесь, то вы поймете, какую фразу, глядя на всю Россию, хочет все время произнести Христиан Иванович. Но поскольку он немец и не знает ничего, он произносит только первый звук. Вот это «и», 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 это будет звук, похожий на букву «Ё». «Е» и «на», похожий на букву «Ё». Этот звук вы услышите сейчас, если погуляете по улицам. То есть все просто. На самом деле ничего смешнее, ничего остроумнее, ничего актуальнее и современнее, чем с Евгений Гоголь. Потому что когда у латиноамериканских писателей спрашивают, откуда они такие, они как, откуда из Гоголя? Откуда еще? Кто еще у майора Ковалева украл нос? Куда там Кавка? Он нервно курит в сторонке, когда Грегор Замза превратился в сороконожку. Это продолжение гоголевского эксперимента. А вот здесь носа нет с утра. Не только носа, но и прыщика, который он вчера выдавил на носу. Это совсем беда. Но главное, первая мысль у Ковалева, что без носа нельзя даже к статской советнице пойти в гости. Он собирался. Потому что в торговке какой-нибудь можно сидеть, продавать очищенные апельсины без носа. А мне, майору, нельзя. Это вот особое мышление, в котором Гоголь пародирует то, что вам уже, живущим в 21 веке, хорошо известно и понятно. Это невозможно не понять. Значит, это актуально. Это сегодняшний день. И вот сегодня, сейчас, я пытаюсь за несколько, буквально минут, которые у меня есть за один час, что-то такое вам раскрыть. Другой пример. Помните басню Крылова «Ларчик»? Привезли ларец заморский с секретом. Не знают, как открыть, потому что явно заморский, значит, там нужно найти какие-то секреты и системы открывания. Что-то повернуть. Какой-то цветочек где-то. И вот один подходит, другой, потом механик пришел с такой иностранной штукой играть. Искал, искал, так и не открыл. Последняя строчка у Крылова, вы помните, она вошла в пословицу. «А Ларчик просто открывался». Я когда-то обиделся на Крылова. Господи, толстый, ленивый, басню не закончил. Ну как-то «А Ларчик» просто открывался, задвижка просто там была. Надо было отвернуть загогулину и открыть. И вдруг я понял. Все ошиблись. Кто-то когда-то сказал «А Ларчик» просто открывался. И все за ним повторили. А нужно говорить? И тогда ясно, что Крылов басню закончил. «А Ларчик» просто открывался. Разница существенная. Такая же разница, как «Татьяна русской душой». Когда вы пишете сочинение на тему «Татьяна русской душой» по Евгению Онегину, вот все писали, я вчера спросил на конференции. Все писали? Все говорят «Да, писали». Я говорю «Писали, а Евгения Онегина читали?» Они говорят «Да, читали». Я говорю «Если читали, то не могли писать такую ахинею». Потому что у Пушкина этого нет. А знаете, что у Пушкина? «Татьяна», открываем скобку, «русская душою сама не зная почему». Закрываем скобку. «С ее холодной красой любила русскую зиму». Кстати, потрясающая еще одна шутка пушкинская, да? «Холодная краса» у кого? У Татьяны или у зимы? У него часто такая работа идет, когда одно слово имеет два, три, четыре значения. Придуман совершенно скабрезный пример. Детей нет, да? Она тогда ко мне придет, когда весь мир угомонится, когда все доброе ложится, а все недоброе встает. Кто-то уже смеется, значит, воспринял одну сторону, да, сексуальную. Она – это женщина. А если она – это муза, то тогда все добренькое спит. А недоброе, тайное знание, великие вспышки встают, поднимаются, вот он, Пушкин, полный рост. С одной стороны, скабрезная шутка, все доброе ложится, все недоброе встает. А с другой стороны, разговор о тайнах творчества, о великом тайном знании, о недобром, потому что гений. У меня есть такая теория – поцелуя удара. Есть люди, которых поцеловал Бог, да? Бог целует Баха и говорит, ты будешь пятым евангелистом, мне не хватает четверых. Напишешь такое, и Бах выходит в мир. И начинает такое, что Эйнштейн кричит, без него не было бы теории относительности. В общем, с каждым столетиям все больше и больше понимаем, кем был Бах. После смерти он был забыт на 97 лет. Это его дети постарались. Если вы посмотрите мои фильмы «Эффект Баха-1» и «Эффект Баха-2», то вы там узнаете очень много интересных и неожиданных вещей про Баха. Так вот, вот это вот знание, тайное, скрытое знание, подлинное проникновение в явление искусства, оно дает нам невиданное дыхание и невиданное развитие логического мышления, структурного мышления. И мы открываем для себя богатейший мир. Я в одном из детских концертов в Москве со сцены спросил у тысячи детей в зале правительства Москвы. Ребят, где небо? Покажите небо. И весь зал показывает туда. Я говорю, вы уверены? А чего это вы у неба такой огромный кусок отняли? Оно же начинается вот здесь. Тогда кончается паранойя, что за вами оттуда наблюдают. За вами оттуда наблюдают. Там небо. Если не наблюдают, вам конец всем. Там, потому что мы небожители. И искусство – великий бах. Великий Моцарт. Они существуют для того, чтобы мы вымаливали у неба, у главного инженера свои грехи. Замаливали, точнее. Потому что, вы знаете, открою вам одну тайну. Нам повезло с нашим богом. Независимо от того, как его зовут в разных религиях. Я специально называю его главным инженером, чтобы никого не обидеть. Потому что и Аллах – главный инженер, и Иисус – главный инженер. Папа хорошо задумал всю эту историю за все прегрешения. И вицли-пуцли. Вот когда сказали об оскорблении чувств верующих, я громогласно объявил, что отныне я вицли-пуцлист. И все верующие во всех богов, постоянно говоря о них, оскорбляют мои религиозные чувства. Молитесь тихо, потому что я молюсь своему вицли-пуцлисту. Он маленький, злой немножко, ацтекский бог, да? Но он один из трех тысяч богов. Представляете, что будет, если каждый человек объявит, что христианин оскорбляет, чувствуя его к остальным 2999 богам. Это же конец! Поэтому есть только одно объединяющее начало – наука и культура искусства. Кстати, культура, культ поклонения – ур, древний санскритский бог солнца, бог света, поклонение свету. В латинском варианте – возделывание. Ну, ясно чего, да? Возделывание души, потому что сельхозструктура – система не хлебом, единым, говорит Христос, да? А вот этим общением. То есть высшими силами, высшим знанием. И вот эта вот система структуры, это знание огромное, потрясающее сочетание знаний и чувствований дает человека разумного, человека яркого, человека необычайного, человека, для которого каждое мгновение жизни является наполненным, потрясающим, парадоксальным. Ну, вот Пушкин же пишет, гений парадокса вдруг, да? Как бы шутя. Вот сейчас я сделаю музыкальную паузу. И вот какую. Я не выключил. Сейчас. Выключу. Жалко времени. Это мой московский просто телефон. Я привык выключать шведский, но забыл выключить московский. Кто-то, может быть, слышал, кто-то нет. Проект, который называется «30-я параллель». Замечательные совершенно ученые, французско-русские, гротовские супруги. Крупные исследователи дельфинов утверждают, что дельфины – это великая древняя цивилизация, древнее, чем планетарная. И что если собрать на катамаране на 30-й параллели представителей человеческой цивилизации, они выбрали 100 человек со всей планеты. Ну, и мне посчастливилось быть одним из этих 100, которые внесли какой-то вклад в дух, культуру, науки и так далее. Там были нобелевские лауреаты. Из наших, кстати, там был замечательный клоун Полунин. Он совершенно невероятный человек, не потому только что клоуна, потому что человек невероятный на самом деле. И, в общем, мы выходили в тот день, когда по ацтекскому календарю должен был прийти конец света, и многие бывшие советские люди готовились к тому, что завтра конец света. А мы вместо этого вышли на катамаране для встречи с дельфинами. И вот такая произошла замечательная история. Гротовские написали чудную книгу «Дельфины», я не знаю, есть ли она у кого-нибудь здесь присутствующих, уникальную книгу, исследователи настоящие, очень глубокие, проведшие много лет с дельфинами в тесном контакте. Так вот, мы выплыли туда и стали призывать они дельфинов, ныряльщики испанские и так далее, канарские, сами гротовские супруги, значит, разделись и нырнули, очень специальные призывы. Короче говоря, через 10 минут, все, я такого никогда не видал, все море вокруг нас, вся акватория кишела с дельфинами, они пришли к нам на встречу, на те знаменитые любимые им сигналы, к своим любимым людям. Ну и эти городовские говорят, что мы собрали для вас представителей этой цивилизации, нашего времени, эти люди, каждый из которых внес великий вклад в нашу цивилизацию и так далее, и так далее. И вдруг запустили вот эту дрянь, которая гудит, летает и снимает со всех сторон. Первый раз за все время запустили, и дельфины в течение трех минут, как будто бы никого никогда и не было. Море пусто. Как ни призывали, что ни вытворяли. Я говорю, ну что, попробуем другой вариант. Если они древнее нас, если вы правы, то музыка из древних знаний их призовет назад. Они же передают генетически не только память, но у дельфинов самый совершенный интернет. Вы знаете, что если дельфин хочет передать привет своей возлюбленной и рассказать ей о любви за 500 километров, он передает сигнал, все остальные дельфины ничего не слышат, это слышит. Но если он хочет всем рассказать, что он ее любит, он рассылает, делает рассылку. То есть тогда все дельфины поздравляют нашу покрасневшую дельфинюху. А она переживает, ну зачем надо было всем дельфинам говорить, что он меня любит. Ну это уж слишком. Ну любишь, значит, мне передай смс-ку, а не всем. Это правда. Это невероятно. И вот тогда я беру свою скрипку и думаю, так, я сейчас сделаю импровизацию, в которую включу древнейшие напевы древнейших культур, древнейших цивилизаций. Возьму музыку из барочных сонат, то есть на протяжении человеческой истории происходили какие-то события. Катамаран, на нем был такой навес, который создал естественную звуковую систему, дельфинов нет. И вот я перед открытым океаном, все там на планете в ожидании, сейчас конец света каким-то образом наступит. Вот сейчас вот ждем, когда. Вот одни выходят из домов, другие заходят в дома, третий детей, значит, носят с собой. Ну есть люди, которые поддаются все время провокации. Откройте, вы узнаете, что через несколько дней нашей земле наконец-то наступил конец. Так вот, прежде чем я начну играть, я скажу, нам повезло с Богом. У нас Бог, он меломан. Если бы он не любил музыку, он бы нас давно уже погубил. Мы даже не догадываемся, что Бах, Моцарт, Бетхоин, Шопен, Чайковский, Шубат, Шостакович, Прокофьев. Это все наши адвокаты. Потому что если бы здесь был рояль, я бы вам сейчас показал, как это происходит. Бог включит у нас какой-нибудь телевизор, послушает 10 минут и говорит, все, терпение мое лопнуло. Берет этот огромный, значит, этот самый, и... А мы в это время лунную сонату ему играем. Где-то же на планете все время звучит лунная соната. А он меломан. Он останавливается и задумывается. А если я их всех уничтожу, так я же уничтожу потенциальных гений в будущем. Я уничтожу тех, кто услаждает мой слух, мой дух. Читайте пролог на небе, фауст, гёте. Перечитывайте. Я вообще советую вам в компьютере это выделить куда-то, чтобы проездом куда-то ехать, сесть в свободное время. Ещё раз перечитайте. Три архангела и Мефистофель, и Бог. Вот, почитайте внимательно. Или посмотрите мой фильм двухсерийный «Есть высшая смелость». Вот тоже я там показываю, потому что Пушкин сказал, что есть некоторые гении, у которых высшая смелость, которые поднимаются настолько над всем общественным сознанием всех времён. Я привожу там пример Мольера с его торчуфом. Вы сами понимаете, торчуфы, например, сейчас запретят по всей России. Потому что это страшно. Это комедия, но это страшно. Это невозможно читать. Или нужно читать, отстраняясь, говорить, это давно и неправда. То, что там есть. И не только по России, по всему миру, Господи. Я просто за Россию больше больно всегда, когда в мире несчастья. То болеешь-то за что? За свой молочный язык. Ничего не поделаешь. За своих людей. Как один свет мне сказал, я, наверное, не люблю свою Швецию. Он женился на одной замечательной русской девочке. У них дети, говорящие на русском языке. Он говорит, потому что я не люблю женщин своей страны. А раз я не люблю женщин своей страны, значит, я не люблю свою страну. Он говорит, я люблю женщин твоей страны, видишь? И женился на русской. Так вот, я тогда, выходя на сцену, зная, что Бог меломан, понимая, что, наверное, у дельфинов есть свой контакт со своим, опять же, главным инженером, потому что все задумано, я играю следующую музыку. Вы сейчас ее услышите. Она, естественно, получилась. Я ее запомнил, свою импровизацию. Вы сейчас услышите там все. Вот в течение 4-5 минут вы услышите, почему, говорят, скрипка кричит, поет, плачет и так далее. Это скрипка работы итальянского мастера Бруно Барбиери. Он очень красиво умел класть лак и вообще красиво работает. Это один из последних великих итальянских мастеров. Вот здесь все сделано, чтобы не слышно было. То есть это конференционный зал, но микрофоны, наверное, что-то такое преобразят. На самом деле, в реальной атмосфере слышны все эти великие обертоны. Итак, что я сыграл тогда? Могу сказать, что когда я закончил, опять океан, море Средиземное кишело миллионами, чтобы не сказать, больше дельфинов. Они вот так выскакивали из воды и на хвостах держались. Представляете, когда сотни тысяч дельфинов выскакивают из воды. Передо мной концертный зал, Средиземное море. Я стою на катамаране и играю музыку, в которой включены великие обороты молитв и музыки всех последующих тысячелетий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 аккорд значит это как раз посмотрите на клавиши этого самого несчастного рояля 8 белых 5 черных числа фибоначчи 85 посмотрите вообще на структуру человеческого тела она эта структура универсальна эта система уверен глубоко отвечает самому великому божественному замыслу как бы мы не называли бога то есть все построено на золотых сечениях я могу вам показать масса самых удивительных вещей и что же такое волновое в данном случае если бы сейчас я сел за рояль и поиграл химика бородина ну его правильно звать бы все-таки по имени папы мы конечно обижаем его он сын эмеретинского князя луки степянча гидиани но только не брачный у него все дочки были и тут понимаешь любовь такая к девочке чудесной русской да и в результате рождается русский леонардо у меня такая программа есть на орфей да русский леонардо потому что даже несколько программ посвященная бородину гидиани швили гидиани он должен был быть александр лукич гидиани а не александр порфирьич бородин его записали на крепостного порфири порфирия бородина ну ничего не поделаешь я вам сейчас играя показал как происходят химические реакции то есть химия для того чтобы прежде чем дети увидят как происходит изменение статуса вещества при слиянии веществ да я бы им показал кое-что из гармонии вот этого самого бородина у меня вообще мороз по коже дерет когда я его слушаю это волновой принцип то есть волна химии переходит волну музыки и наоборот волна музыки разъясняет волну химии потому что что такое классическая гармония это соединение разнородных систем при которых рождается общая система новая с новыми качествами с новым там весом атомным и так далее то есть количество связей я например считаю так есть такой анекдот замечательный умер энштейн попал на небо ему говорят иди на аудиенцию к богу тебя давно ждет энштейн пришел бога и слушай ты молодец такая чудесная формула я думаю что вам еще тысячи лет нужно на эту скорость света вакууме константа и не так даже сама формула е равняется mc квадрат это следствие вот скорость света вакууме константа это значит я я просто потрясен ты молодец альбертик альберт энштейн это было несложно господи ты мне единую теорию поля напиши я из-за нее остаток жизни то потратил даров я бы столько мог открыть она же есть она должна быть дай твою формулу из ничего все где все энергии которые можно свести к одной формуле бога сейчас напишу дело плевое для меня для бога нет ничего невозможного откуда не возьмись доска появляется мела может даже не мела как в интернете пишет по у меня есть такая пьеса когда шведскому священнику они тогда бастовали за то чтобы получать двойную оплату в субботу и воскресенье бастовали да и вот представьте себе сидит священник в церкви у них там кафе такое значит и вдруг мобильный звонит он поднимает руку италия слушаю да священник пелли ему пелли это я твой господь бог и вот как вести себя пелли с одной стороны явно кто-то разыгрывает а с другой стороны если он верит что бог всесильный не может позвонить по мобильному самый простой способ не спускаться с небес ничего не всовывать в мозг а просто позвонить по мобильному кому-то сказать пелли я хочу с тобой поговорить почему ты бастуешь за двойную оплату субботы ты что не читал меня ты что не понял и может и меня не веришь и теперь когда бог говорит и меня не веришь у пелли совсем коленки трясутся потому что он же не верит что бог позвонил если бог всесилен он не может не позвонить ничего ему не стоит добыть мобильный телефон ему за бесплатно его дадут за то что он абонемент подпишет ребят конечно даже избавляться от этого мракобесия потому что конец наступит всем то что все войны были религиозными не поддавайтесь никто не на одну провокацию то что там есть группа клеток которая сначала сопротивляется тому что бесноватые в свиней залезли и свиней значит выбросили в море почему свиней потому что для евреев свиней самое страшное если бы эта религия зародилась у других у них бы коров в свиней бы бычков каких-то телят гусей бы сбросили в море но свиней надо чтобы насолить побольше поэтому бесноватые туда поэтому я прошу всех античное мышление но превыше всего я бы вообще в россии ввел бы другую религию знаете какую гераклианство и в центре была висела бы икона геракла со шкурой еврейского льва который победил этот страшный взгляд от которого у нас в россии все не имеют когда видит взгляд начальника медузу горгону да и еще одно чудо он геракл расчистил от гивы конюшни вот должен каждый советский бывший человек зайти посмотреть как вот все дерьмо стекает он запустил туда струи вот и авгиевы конюшни очищены то есть планета очищена вот я каждому человеку пошел он повалился геракл сказал спасибо за все твои 12 подвигов и за за яблоки гасперид и и особенно замки его конечно я пошел в своей стране наводить порядок пошел расчищать это дерьмо вот это религия действенная мать это действительно здорово поклоняться вообще поклоняться поклоняться дальше значит иду волновая система это я считаю что эйнштейн не там искал ну такое гордыня да все таки эйнштейн не бог я считаю что волновая система есть есть единая теория только культурного поля есть я занимался мне еще сто лет надо единая теория культуры о том что вся суфийская поэзия все великие древние татарские напевы все бетховенские знания все мугамы все таинственнейшие древнейшие напевы мелодии системы структуры поэтические все прочие они абсолютно связаны между собой если бы вы задали вопрос вначале вот михаил козинник поговорить о единой теории культурного поля я бы тогда ничего из этого не говорил бы я бы заняться вот этот час бы занял разговорами о том как все взаимосвязано чем настолько взаимосвязано что у меня коленки трясутся и вообще постоянные чувства счастья понимаете потому что на самом деле над нами визит облако великой культуры вокруг нас на полках разложены тайные великие знания но вот раскрыть их ну малейший просто простейший на самых смешных примерах сейчас приду пример такой вот ну вообще никакой ну ради шутки потому что дело подходит концу уже так тяжелых вопросов поднимать не хочу тайные знаки культуры а вот такой сказка о попе и работники его балде понимаете же что это не сказка а что это игра пушкинская игра поп о потому что круглый толстый и говорит о кое господу богу помолимся и читается слева направо и справа налево одинаково поп поп а балда такой звук а конечно вот в россии есть такой да вот иван дурак балда а и так слушайте внимательно слушайте жил был поп толоконный лоб пошел поп но сейчас церковники требуют заменить его на кузьму купца попа не было такого глупого нет никогда кузьма купец был и все пропадает вся сказка пошел поп по базару по смотреньку какого товару а на встрече ему балда идет сам не зная куда что батька так рано поднялся чего ты взыскался поп о отвечает слушайте какие профессии сейчас выберет нужен мне работник повар конюх и плотник а где мне найти такого служителя не слишком дорогого и дальше сказки все время вот это а дальше доказательства но взрослые пока сколько только взрослые редкий случай ни одного ребенка собой не взяли почему все таки попу так надоел этот балда такой бесплатный работник все ну пусть работает завареную полбу да работает же за семерых а и створеную полбу ну за что а вот послушайте если знать про о и а вы поймете что вытворил этот негодяяя балда в доме у попа но вы знаете все что за попа о все что за балду а внимание попадя балдой не нахвалится поняли перешла на сторону балды а дальше еще интереснее поповна обалделишь и печалится попадя не нахвалится а поповна печалится то есть как она андреевна и мария антона в ревизоре ах вы в нее и как пушкин в малиниках да и туда и сюда и и лиза голенькая мама и дочка и приемная дочка и все ну все я говорю всегда всем не ругайте пушкин он вел вел великую просветительскую работу среди российских женщин потому что женщина у нее так все создан она же хочет родить следующее поколение а значит надо учиться у пушкина как с ней говорить и как его слушать и как его вдохновлять то и все они именно тютчев это тоже самое у них у русских поэтов всегда была задача поскольку женщины красивые и татарские тоже красиво а здесь вообще сумасшедшая смесь вот почему поп то взъерепенился потому что все перешли на а одна не нахвалится другая печалится а в конце сказки доказательства того что я прав смотрите когда получает щелбаны поп 3 щелбана ведь нанялся за 3 щелбана полбу смотрите что сейчас будет со звуками слушайте там звука вы щелкивает звуков от первого щелка прыгнул поп до потолка со второго щелка вы лишился поп языка с третьего щелка вышиблому старика все поп без языка без ума кто теперь будет окать балда он из-за себя а из-за попа о поэтому сказка кончается а балда приговаривал сукоризной не гонялся бы ты поп за дешевизной слышите что творится а теперь замените попа на кузьму купца какие у нас все таки образованные священники а прям так и пышет образованием так и прет это образование но не только священники сегодня был на конференции по образованию всероссийской и очень расстроился друзья мы только вам придется менять все на них надежды нет потому что вот я выступал да я их вдохновил меня было всего час а сегодня собрали в огромнейшем зале какую-то толпу там и камеры там и все такое началось ни о чем один не о чем другой не о чем 3 не о чем никакой реформы министр просвещения образования не приехала васильева конференция всероссийская в казани это не самое главное событие если бы у меня был шанс я бы позвонил и узнал где сейчас министр образования когда здесь конференции на тысячи людей со всей россии наконец-то приезжай послушай но главное не в этом я начал свое выступление перед ними с газетного текста когда я ехал я в самолете летел я значит беру мне везет я много в самолетах да я читаю газеты и вот я беру российскую газету там как раз интервью с архангельским академиком который советует рекомендует список книг которые должен прочитать всякий школьник течение школьного процесса и он например пишет такую вещь на счет гарри поттера не знаю то есть у гарри поттера есть счет он даже понятия не имеет человек которому дано рекомендовать детям нашим литературу но дальше страшнее как в том стихотворении лермонтова люблю я родину но странную любовью вы представляете это так не знать того что не родину а отчизну а замена слова отчизна на родина меняет всю музыку стиха музыка то какая люблю отчизну я но странную любовью там внутренние рифмы там так называемые итальянские зияния столь любимая пушкиным и столь продолженное лермонтовым и вдруг человек который вам вашим детям будет рекомендовать литературу читает люблю я родину но странную любовь вот такой оппозиционный стих лермонтов явно оппозиционный люблю я родину как нельзя нужно не чувствовать поэзию а чувство не поэзит великая вещь разговора волновой я обещаю если я приеду то я выстрою волновую теорию культуры на тех примерах которые я надыбал накопил за свою жизнь во всяком случае о ситуации на планете земля сегодня я могу сказать словами и стихами мацу а басю великого средневекового автора хайку или хокку он сказал так год за годом все тоже обезьяна толпу потешает в маске обезьяны вот никто после него сильнее ничего не сказал толпа обезьяна в маске обезьяны сорвешь маску хочешь увидеть лицо там обезьяна опять еще сорвешь обезьяна и сколько бы ни рвал коллективное бессознательное прет в этой обезьяне сплошная обезьяне это здесь и кавка здесь и сальвадор дали и вот мацу оба все они все едины вот они связаны волновая теория дальше в чем я убедился что волновая теория моя действует почему я при тем как концерт давайте играть на скрипке на рояле приглашаю замечательных музыкантов разговариваю больше чем звучит музыка и вот своих фильмах вы знаете да и своих радио передачи да потому что моя задача настроить человеческий приемник на волну творения искусства у него своя волна у меня в швеции случилась ужасно неприятная для меня вещь я однажды по телевизору по шведскому по стокгольмскому нашли швецию сказал что самая великая поэзия судя по всему китайская и когда я читаю даже в русских переводах и даже в шведских я понимаю что вот эта древняя и средневековая китайская поэзия она взяла бога за бороду что все и английская и русская и все жалкие копии пародии на то что когда-то древние китайцы сказали после этого звонок господин кассиник вам звонят из китайского общества вот мы хотим пригласить вас на наше чтение поэтическое специально для вас соберем лучших китайских поэтов специально для вас придет из пекина и шанхая вот будут вам читать всего три часа но я пришел конечно торжественный гость господи там такой парад был меня усадили и процитировали меня у всех на бумагах написано то что я сказал по телевидению естественно ну как до всей швеции на норвегии смотрит я вдруг говорю музыкальный эксперт нобелевского концерта что судя по всему в русских переводах они это упустили в неважно каких переводах китайская поэзия вот выходит один за другим вы можете представить мое мучение вы знаете как звучит китайский язык для русского уха да догадываете да то есть мат перемат и еще голоса такие и нужно считать что это пояс но хорошо 10 минут я вытерптал но три часа вот этого всего вот я изо всех сил я человек очень бодрый вы знаете меня усыпить трудно но изо всех сил щипал себя всюду чтобы не уснуть потому что уснув я могу вот так неудобной позе захрапеть это как некрасиво люди из пекина приехали я захраплю под китайскую поясину ну не знаю я китайского языка ничего не поделаешь а искусство это язык всего-навсего поэтому не посвященный идет мимо особенно когда это все по радио по телевизору попса это не язык это часть биологического человека то есть того у которого вот отсюда вниз не буду показывать где развито все от жаб и лягушек которые когда-то вышли выходили на сушу а вот там эмбрион зародыш его начинает стаса михайлова и всем остальным до всех на свете богов эти клеточки чуть-чуть затронул и все и поплыл человек поплыл больше ничего не будет и вокруг него будет тысячи умных людей и стихов и доказательств нет эти клетки держат строго перекрыли все он знает что надо делать он знает куда обращаться это то есть это очень печально но есть спасение что нас объединяет культура только вот она и создана богом и вспоминая канта я и могу сказать помните звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас кант написал что все пять признаков бога фомы аквинского это ересь и глупость и создал шестой главный попросту говоря существование культуры и искусства во все века во все тысячелетия глупости дурацких династий уничтожений войн лагерей фашистских и коммунистических существование высокого искусства доказывает существование какой-то энергии которую это искусство все время поддерживает и стимулирует существование бетховена который чем более глухим он становился тем более великую музыку он писал поддерживает доказательство существования великой энергии вопросы еще иначе я вообще не увлечу ничего при прослушивании музыки возник некий образ а какие образы вы представляли когда создавали эту мелодию так есть несколько уровней восприятия великой музыки первый уровень это я когда-то им владел когда мне было 5-6 лет меня родители приводили на пятую симфонию бетховена я слышал всю эту борьбу и на весь зал кричал фашисты идут зал смеялся но говорим о всех неважно все равно такого маленького фриле слушать симфонии бетховена были такие времена знаете русская интеллигенция еще была живая и дети у них учились то есть советская школа никого не испортила многих потому что она была школа еще русской интеллигенции поэтому не потому что методика была правильная не потому что не маршировали и не молились ленину и стали ну и всем прочим разные времена а потому что еще не до конца не было выбито то помните толерант сказал что такое франция убери из франции 100 имен и франции никогда не было чем отличается франция без ста имен гениев от англии без ста имен гениев ничем и там и там жуют и там и там детей начинают одинаково ну иногда более страстные иногда менее страстные иногда фригиднее иногда щипцы накладывают ну вот так иногда пьют во время беременности вот только и разница то вся иногда вот умная сперматозоид умный попался хороший такой нас у наследовал несет себе какие-то заряды но на самом деле ничего франции и англии россии и японии то стоим он их надо беречь и в себе это развивать в детях своих так вот я тогда кричал фашисты тут это первый уровень восприятия музыки когда смотри слушаешь музыку а идут фашисты это образ второй образ второй уровень но такой когда вы любите отдельные красивые мелодии не пытаетесь их ничем связать вот танец маленьких людей но я стану маленькие лебеди танцуют но это неважно полонез агинского вот как такой композитор написал полонез прощание с родиной прощаясь написал да а я ля нет все время вспоминаю ничего не могу сыграть я не могу без ляля это вот как как мужчина который пригласил к себе женщину а у него ничего нет вот тоже собой меня да пригласить вас всех а у меня здесь ничего нет вот и так далее следующая стадия это восприятие музыки в ее как сказать эмоционально пластическом ключе у нее есть формы вот если я вам сейчас дам ключ на прощание да что такое сонатная форма которая все первые части всех симфоний всех сонат гайдена монцарта битхоина шумана шоу то есть всех это сказка модель сказки красная шапочка более того я когда читая профессор высшей школы бизнеса скандинавии когда я читаю красную шапочку и показываю сонату любую битхоин или моцарта они остолбеневают у них вообще все меняется представление мировоззрений что это такое ну вот в сонате есть экспозиция разработка и реприза как в романе до завязка кульминация развязка так вот экспозиция это когда красная шапочка еще никуда не пошла мама напекла пирожков но у шведов вина приготовила бабушки специального виноградного и так далее неважно в разных вариантах по-разному и собирается и говорит ты пойди к бабушке значит все это экспозиция какие там темы экспозиция главная партия это красная шапочка связующая это пойди побочная так и называется на побочная это бабушка она там живет к ней нужно прийти все окончилась экспозиция сонаты начинается разработка красная шапочка пошла бабушки и появляется волк как только появляется волк это уже сонатная форма потому что красные шапочки мешают а бабушка побочная партия так и называется побочная и она вот я задаю бизнесменам вопрос кто доминирующий герой сказки перо красная шапочка кто кто волк кто красная шапочка мама которая пирожки испекла все сказали или осталась одна действительно доминирующая конечно же бабушка цель проекта друзья мои пирожки к бабушке доминанта вон там сбоку так вот в сонатной форме побочная партия то есть бабушка пишется в тональности пятой ступени в тональности доминанты вот опять к вашему вопросу о единой теории да а волновой энергии то есть какое отношение сказка шарда перо имеет к сонате бетховена извините а то бетховен читал сказку пистак сейчас бы она пойдет сейчас она пройдет а реприза в сонатной форме это когда бабушка и красная шапочка то есть главная побочная партия объединяются в одной тональности вот они оказывается в одном животе у волка потом живот спаривают вот у по-моему немцы там ужасный вариант что набивают битым стеклом это живот зашивает и волк дальше идет кстати какой ужас кошмар дальше некуда ну вообще сказка это ужас золушка скажем ну и потом красная шапочка это сам для страшная сказка эротическое предупреждение девочкам волк то может говорить что вот ложь для к рядом со мной там вообще вот что это у тебя такое волк вот что это а это вот для того чтобы больше любить тебя вот и так далее так вот золушка со стеклянными башмачками какие же стеклянные знаете откуда взялось стекло от перепутанного французского слова там войлочные туфельки были кстати танцевала с принцип стеклянных башмачка хрустальных но попробуйте добудьте хрустальные башмачки сделать и несколько шагов и вы узнаете тут уже не до принца тут побежишь не дождавшись 12 часов просто перевод не то да в любой сказке скрыты тайны понимаете все вот эти великие сказки это да время время все бой понимаете да высшая форма это здание структур вот о которых я говорил и восприятие структуры музыки тут вы находитесь на невербальном высшем уровне очень приятно и знакомство нашему дай бог вам здоровья свяжемся у вас долгов очень много к вашему следующему приезду мы на химфаке и на физфаке поставим еще и рояль что вместе с опытами вы показали спасибо без опытов немножко трудно да спасибо да особенно про любовь да да